Доброго времени суток, дорогие друзья! Продолжаем разбирать обновление New World. И в этом ролике речь пойдёт об изменениях в прокачке, титулом, вражеском ИИ и интерфейсе. Предыдущее видео с разборами июльского обновления вы найдёте, как обычно, в описании под роликом. Всем приятного просмотра! Начнём мы, пожалуй, с главных изменений, которые выделяют сами разработчики New World. Добавлено два новых типа фракционных PvE-миссий. Ассасинейт и Элит. В ходе выполнения Ассасинейт игрокам предстоит ликвидировать определённых опасных противников. В ходе выполнения Элит игрокам предстоит бросить вызов самым опасным злодеям и Тёрнума и их приспешникам. Этой миссии повышены сложности с увеличенной наградой. Рекомендуется заручиться поддержкой друга. Доработаны текстовые подсказки и маркеры на карте для региональных квестов. Снижен модификатор стоимости быстрого путешествия за азот, зависящий от веса на 20%. Награды за Invasion, это же вторжение, теперь напрямую зависят от ваших результатов в таблице очков. Амазон красавчики вводят новые квесты, что расширяет контент. Более того, мне очень нравится, что сильный упор в игре делается на социальную составляющую, на кооператив. Это на самом деле то, что не хватает многим современным ММО-играм, которые наоборот отходят от концепции кооператива и переходят в синглплеер. Поэтому многие говорят, что жанр ММО постепенно вымирает, надеюсь Амазон докажет обратное. Что касается изменений в телепортах за азот, как говорят многие альфа-тестеры, то до патча не было проблем с телепортами. Они стоили не так дорого, а азот быстро фармался, поэтому ими часто и пользовались. С этим патчем можно будет использовать телепорт еще чаще. Я могу предположить, что такими изменениями разработчики Moony World делают нам посыл, что они не будут вводить маунты в ближайшее время. А возможно вообще их не ведут. Я сам не любитель маунтов, мне ближе стандартная механика телепортов, поэтому я к этому нормально отношусь. Если у вас немного другое видение, напишите об этом в комментариях. Ну и про награды хочу тоже вставить пару слов. Вот любой статистике в игру поощрение за результаты это всегда идет на пользу, так как добавляют соревновательный режим в игру. А там где есть соревнования, там есть фан, нокаут страстей и возможно какие-то интриги. Поэтому с такими концепциями играть нам будет еще интереснее. Дальше поговорим об изменениях в прокачке, но перед началом хочу порекомендовать вам один очень интересный проект, который является спонсором данного ролика. Для тех, кто ценит классику, для тех, кто ценит качество и для тех, кто любит открытый мир и его историю. Предлагаю возможность бесплатно поиграть на одном из лучших СНГ серверов легендарной MMORPG World of Warcraft Cirrus. Модифицировано дополнение Лич Кинг. Новые эксклюзивные расы. Добавлены обновленные подземелья и рейды из Burning Crusade. Новые поля боев, различные пвп режимы и третья пвп фракция Ренегаты, которая является одиночками и врагами для всех. На твой выбор есть два разных игровых мира. Scorch X2. Мир с системой категорий. С получением каждой ты будешь открывать сюжетные подземелья и рейды для прокачки персонажа. Algalon X4. Новый мир для ценителей времен 335A. Тут ты сможешь быстро догнать бывалых игроков и побороться с ними на равных. Уже более 10 лет работы и стабильно высокого онлайна. Назови друзей с собой и реферальная система проекта даст тебе приятные бонусы и возможность телепортироваться друг к другу. Регистрируйся по ссылке в описании и получи 7 дней премиума и особую сумку с подарками в виде расходников и первого маунта, с которыми ты сможешь стартануть на Сирус еще быстрее. Ну а мы переходим к основной теме New World. Уменьшено количество опыта, необходимое для прокачки после седьмого уровня на 20%. В предыдущих обновлениях количество опыта для прокачки было увеличено в купе с изменениями в наградах за закрытие разломов бездны. Общая скорость получения уровня была сильно замедлена. Так что данные изменения являются золотой серединой между слишком медленной и слишком быстрой прокачкой. Удвоено количество опытов, получаемое за повторяемые экспедиционные задания. Городские проекты были доработаны и улучшены по нескольким направлениям. Доработанные награды, получаемые за выполнение заданий, награды теперь лучше соответствуют затраченным на заданиям усилия. Уменьшено количество материалов, необходимых для завершения заданий, если требуются редкие или ценные предметы. На выбор доступны больше типовых заданий для выполнения проектов Town Upkeep. Уменьшен бонус к получаемому опыту за увеличение уровня репутации в регионе. Отрегулировано количество региональной репутации, получаемое за изготовление предметов, так как при изготовлении некоторых предметов можно было получить непропорционально и много репутации. Награды, выдаваемые за некоторые квесты, теперь лучше соответствуют уровню. Повышено количество ремесленного опыта за изготовление ювелирных изделий. Уменьшено количество ремесленного опыта за изготовление компонентов для ювелирного дела, например, цепочек, крючков и т.д. Увеличено количество ремесленного опыта для обработки драгоценных камней. Отрегулировано количество опыта за травничество, теперь оно больше соответствует прокачке ткачества. Отрегулирован процесс ткачества и кожевничества, чтобы он лучше соответствовал количеству ресурсов, которые необходимо собрать с помощью соответствующих навыков сбора. Что я хочу добавить. Разработчики выкатили очень много контента в сжатые сроки, и сейчас идёт процесс баланса между затраченными усилиями и получаемой за эти усилия награду. Поэтому это нормальное явление, когда что-то изначально сильно режется, потом что-то немного увеличивается, или наоборот. Сейчас разработчики в какой-то степени принимают решения в режиме некой неопределенности из-за недостатка данных. Поэтому можно спрогнозировать, что после закрытого бета-теста будет еще одно изменение в скорости прокачки затраченных усилий и получаемых наград, так как у разработчиков будет огромная статистика. Единственное, что, конечно, очень хочется, чтобы хотя бы в последние дни закрытого бета-теста мы могли протестировать уже прокачку в том виде и с теми рейтовками, которые она будет на релизе. Потому что игрокам, не всем, конечно, более того, меньше, наверное, части игроков, нужно планировать старт, понимать, где какие профитные места и какие есть способы фарма, опять же, сверхпрофитные, чтобы на это не тратить время уже на самом релизе. По крайней мере, в первые несколько дней. Я думаю, все понимают, для чего это делается, поэтому я не буду останавливаться, если что-то пишите в комментариях, я подробно разъясню. Далее мы поговорим про вражеский искусственный интеллект, некий вражеский ИИ. Тут разработчики New World порадовали нас всего одним изменением, и это касается экспедиций. Экспедициями у New World называют данжи. Повышен урон всех противников в экспедиции на 10-20%, чтобы они представляли большую угрозу для игроков. По тому ряду обновлений, которые происходят, можно сказать, что разработчики сильно усложняют прохождение экспедиции, чтобы игроки просто не могли их прорашить за 10-15 минут. Ну и пати теперь нужно собирать достаточно сильную, в хорошем шмоте и прямыми руками. Не знаю, как это отразится на первом данже, но хайлевел данжи точно медом не покажется. Кто-то это сможет проверить уже на ЗБТ, если докачается, а кто-то только уже на релизе. Потому что за 2 недели кап взять будет достаточно сложно, если, конечно, разработчики не увеличат рейд на прокачку хотя бы на время ЗБТ. Я, кстати, на это очень сильно надеюсь, так как хочется протестировать все виды оружия, которые прокачаны до левел кап. Титулы и достижения Вместе с сообществом альфа-тестеров разработчики Мони Ворлд работали над обновлением и совершенствованием системы титулов. Многие игроки считали, что титулов в игре слишком много и из-за этого отображение титула, заработанное тяжким трудом, не вызывало каких-то особых ощущений. Некоторые титулы были удалены, а большинство из существующих будут добавляться только за получение достижений более высокого уровня. Если вы видите кого-то с титулом, знайте, что они рвали попу ради него. Интерфейс смены титула теперь тоже обладает возможностью выбрать местоимение для личного обращения. Вы можете выбрать, какое местоимение будет применяться к вашему титулу, хи-хим, ши-хё или вэ-вём, если это применимо к тексту титула. Титулы смещены вниз на именной плашке, теперь они отображаются на той же строке, что и компании игрока, если он в ней состоит. Игроки теперь могут отключать уведомления о достижениях. Добавлено достижения Steam. Получив некоторые игровые достижения, вы также получаете достижения Steam. Мне, честно, сложно это объективно комментировать, так как я не сторонник этих всех ачивок и не вижу смысла рвать попу часами, чтобы у тебя был какой-то титул, который ничего не даёт, кроме как потешить своё эго. Я очень надеялся, что за ачивки будут давать помимо титулов какие-нибудь награды, например, условную валюту, за которую можно будет покупать скины в донат-шопе, либо в специальном шопе. Тогда реально был бы какой-то интерес, более того, игроки, которые не донатят в игру, смогли бы иметь возможность насобирать валюту и купить несколько скинов из донат-шопа. А то, что сделали сейчас, ну я не знаю, может быть я чего-то не понимаю. Если кто-то, конечно, понимает всю эту прелесть титулов и ачивок в Steam, напишите об этом в комментарии, просветите меня, я буду не против. И у нас остался последний раздел этого ролика, это интерфейс. Вступительный ролик, который показывается перед созданием персонажа, был обновлён. Теперь в нём есть диалог, который лучше задаёт тон истории Капитана Торп. Основное меню теперь обладает более плавным процессом сопровождения игрока, у которого ещё нет ни одного созданного персонажа. Он будет отправлен прямиком в окно выбора сервера. Добавлен ряд настроек, которые появляются при создании первого персонажа и позволяют пользователю выбрать стандартные настройки и отрегулировать яркость. Команда по работе над интерфейсом была сфокусирована на исправлении багов, было исправлено 259 штук. Когда вы печатаете личное сообщение, над персонажем больше не появляется окошко с текстом многоточия. Чат теперь можно настроить таким образом, чтобы у каждого сообщение был тёмный фон, для более удобного прочтения. Интерфейс со здоровьем членов группы теперь также отображает статус дисконнектор, если это применимо. Я разобью это на две части. Первое. Всё, что происходит до создания персонажа, а если быть точнее до того, как он попадает в открытый мир, это маркетинг и пиар. Я на это не обращаю внимания, так как я это увижу всего лишь несколько раз на ЗБТ и один раз на релизе. Я не иду в игру за красивой картинкой, хотя это очень важно. Я иду играть в партийный контент, в социальный контент. И последние три пункта, которые они добавили в изменениям в интерфейсе, на самом деле очень важны. Например, когда вы пишете текст, то у вас над головой многоточие. Это плохо. Это засоряет интерфейс, это отвлекает, это может забаговаться. Как я уже говорил ранее, я сторонник минимализма. Чтобы в дизайне не было ничего лишнего, чтобы всё легко читалось, что они как раз и сделали, ведя тёмный фон у каждого сообщения. Статус дисконнектор сильно помогает в пате, особенно если вы не играете с вашими тиммейтами в какой-либо говорилке. По этому статусу вы сможете понимать, что происходит с игроком. Просто он вышел в АФК или отключился по какой-либо из причин. Если ролик вам понравился, ставим лайк, подписываемся на канал. Стримы Ponyworld будут на регулярной основе, как здесь, так и на Твиче. По поводу Твича могу добавить, что Amazon сейчас разрабатывает специальную программу для стримеров Твича, чтобы их зрители могли получать бонусы, просматривая их контент Ponyworld. Как будет больше информации, я, разумеется, вам об этом сообщу. Ну и подписывайтесь на наш телеграм-канал и вступайте в Дискорд, там мы общаемся по Ponyworld, формируем консты, кланы проводят рекрутинг. В общем, есть всё, что вам необходимо, чтобы закрыть социальную составляющую в игре. Всем спасибо и берегите себя.